14 мая 1835 года вышло в свет одно из самых известных произведений Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», которую в народе называют «Сказкой о золотой рыбке». Напечатана она была в журнале «Библиотека для чтения», который выходил в Санкт-Петербурге. По одной из версий сюжет основан на померанской сказке о рыбаке и его жене, и сборника «Братьев Гримм». Но в то же время история перекликается и с русской народной сказкой «Жадная старуха». Только там вместо рыбки главным персонажем было «Волшебное дерево». Кстати, первый мультфильм по сказке был снят на студии Мосфильм в 1937 году. 14 мая 2008 года – знаменательный день для всех болельщиков питерской футбольной команды «Зенит». В этот день сини-белоголубые стали обладателями Кубка УЕФА. 14 мая «Зенит» на стадионе в Манчестере в финальном матче со счетом 2-0 обыграл команду «Рейнджерс» из Глазго. Голы в этом матче забили Игорь Денисов и Константин Зырянов. Форвард «Зенита» Павел Погребняк был признан лучшим бомбардиром турнира, а Андрей Аршавин стал лучшим игроком финального матча. В этот день в 1929 году родилась советская актриса театра и кино Зинаида Шарко. В течение нескольких десятилетий она была одной из ведущих актрис Большого драматического театра. Интересно, что в возрасте 12 лет она в составе детского ансамбля при Чебоксарском доме пионеров участвовала в концертах для раненых бойцов Красной Армии. За это Шарко даже была награждена медалью за доблестный труд во время войны. И даже спустя много десятилетий, получив массу профессиональных наград, артистка говорила, что эта медаль самая главная для нее. Свой день рождения сегодня отмечает Владимир Матецкий. Российский композитор родился в 1952 году. Интересно, что свои первые песни он писал в основном на английском языке. Дело в том, что композитор был поклонником группы Битлз. И под влиянием ливерпульской четверки Владимир в молодости освоил игру на гитаре. Но прославили Матецкого все-таки песни для российских исполнителей, написанные в частности для Софии Ротару. «Луна-луна», «Хуторянка», «Было, но прошло». Кроме сочинительства, композитор ведет авторскую передачу на одной из радиостанций, а также является постоянным членом жюри различных музыкальных конкурсов, в том числе и по отбору артистов для участия в Евровидении. «Луна-луна-луна», «Хуторянка», «Девчонышка-слублянка», «Мне бы хоть красот, всего лишь на чертов, мою весну на утром». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова